Написать рассказ обо всем произошедшем я решил лишь спустя несколько лет после всего этого кошмара. Долгие месяцы я провел в частной лечебнице, пил гору таблеток, ходил на процедуры, успокаивал нервы. Мне стыдно общаться со старыми друзьями и знакомыми, они не верят, не хотят верить. По нашему городку быстро разошли слухи о моем нелегком положении и если поначалу мне сочувствовали, пытались как-то помочь, пусть и лезли с дурацкими расспросами, то теперь от меня шарахаются как от чумного или прокаженного. Не передать то тяжелое и вязкое ощущение смертной тоски, когда какая-нибудь мамочка на улице, завидев меня издалека, хватает ребенка за руку и уводит его через тротуар куда подальше, лишь бы не приближаться ко мне. Будто видит не осунувшегося и облысевшего доходягу, а настоящего маньяка, случайно выбравшегося из тюрьмы. На нервной почве со мной произошло много неприятных изменений. Нет, я не посидел от страха, не потерял много волос на голове, обзавелся тремором и проблемами с кишечником. У меня забрахлило сердце, резко упало зрение, стали гнить зубы и это лишь внешний кошмар. Все мои болезни не смертельны, их можно вылечить и при уходе я протяну до преклонных лет, если, конечно, излечусь еще и психологически. А это, увы, оказалось куда тяжелее, чем я представлял. Весь этот рассказ написан по рекомендации моего психотерапевта. Она сказала, что мне удастся с удивительной точностью передать ощущение через текст. Ее можно понять, проблемы с речью теперь тоже мне сопутствуют, и долго говорить порой бывает невыносимо. Впрочем, до всех этих событий я тоже не жил припеваючи. Из-за определенных проблем на старой работе я был вынужден уволиться, а из-за конфликта с начальником у меня не получалось устроиться на ту же должность в другой филиал, видимо, занесли в черный список. Но я не унывал, нашел заказчика в интернете и предложил ему свои услуги. Реализация проекта, по прикидкам, заняла бы около двух месяцев, и на это время мне потребовалась ни пыльная подработка. Выбор пал на пункт выдачи заказов, который как раз открывался в соседнем доме на первом этаже. Я даже не искал вакансию на сайтах, а лично подошел к владельцу и попросился работать. Тот принял без проблем, сразу научил пользоваться программой и показал, как оформлять прибытие заказов и как принимать возвраты. Я не скрывал своих намерений, признался честно, что буду приходить со своим ноутбуком и заниматься проектом. Однако на работу нашего ПВЗ это никак не повлияет. Более того, я мог работать один в графике 7-0, без выходных. Слово за слово, договорились о зарплате, подписали договор, сходили в копицентр, сделали копии моих документов. И я официально заступил на пост. Список обязанностей сотрудника ПВЗ оказался до смешного коротким. Не считая приема и выдачи товаров, я должен был лишь прибираться и то по необходимости. Первые две недели открывать и закрывать пункт приезжал владелец, поэтому мне приходилось выходить из дома на полчаса раньше, так как после меня он ехал еще в своих три пункта. Но со временем он стал мне доверять и просто отдал ключи. Поначалу все было тихо, клиенты почти не шли, а посылок привозилось очень мало. Хозяин как-то приехал расстроенный и смурной, сказал, что дает мне два выходных, пока не решит какой-то важный вопрос. По итогу он разорвал договор с одной торговой площадкой и начал сотрудничать с другой. На дверью сменилась вывеска, внутри поменялся цвет интерьера, и я заступил на прежнее место с теми же обязанностями. Клиентов прибавилось, и работать над проектом мне стало тяжелее. Однако я не унывал и справлялся с двумя задачами. Тот вечер, после которого моя жизнь кардинально изменилась, я запомнил отчетливо. Уже после заката, когда на улице зажглись фонари, в помещение вошел странный человек. Мне показалось, что даже освещение на моем рабочем месте как-то потускнело. Человек был одет в длинное, кашемировое пальто в клетку, на голове чудаковатая шляпа, точно у заправского итальянского гангстера. Лицо серое, нездоровое, нос приплюснутый, глаза злющие, брови нахмуренные, рот перекушен влево. А в руках этот некто держал раскрытую картонную коробку без каких-либо опознавательных знаков. Я по обыкновению отодвинул свой ноутбук и поздоровался, заранее взял в руку сканер штрих-кодов и спросил. «Вы на получение?» «Это не то», – прошипел он так злобно, что у меня по спине пробежал холодок. Я, конечно, слышал, что бывают хамоватые клиенты или те, которые специально приходят поругаться, но чтобы такие жуткие и даже страшные, к этому я был не готов. Странный человек приблизился к моей стойке, поставил коробку и толкнул ее пальцами. «Не то прислали!» Еще громче заявил он и начал медленно пятиться к выходу. Я растерялся, осмотрел упаковку еще раз, но не нашел даже то липкое место, откуда клиент мог оторвать наклейку со штрих-кодом. «Послушайте», – говорю ему, – «вы точно у нас заказывали?» Он замер, уставился на меня, задышал чаще. Его широкие плечи слегка затряслись, на серых скулах заходили мерзкие жвалки. У меня в груди кольнуло, страх разлился по жилам, обжигающим кипятком. Клиент наклонил голову, сощурился, скрипнул зубами. Я будто оскорбил его своим глупым вопросом. «Скажи», – проборчал он и сделал шаг вперед. Я потерял дар речи, от жути перехватило дыхание, и в горле застыл твердый ком. Внезапно на столе зазвонил мой телефон. Я вздрогнул и мельком глянул на экран, вызывал Игорь, хозяин ПВЗ. Клиент все так же молча глазел на меня с дьявольским прищуром и кривил тонкие гадкие губы. Я потянулся к столу, странный человек даже не пошевелился. Его взгляд остался прикованным к моим глазам. За руками он не следил. Тогда я быстро схватил мобильник и ответил. «Алло, я сейчас не могу». «Степа, замолчи, слышишь?» Едва не кричал Игорь мне в ухо. «Не разговаривай с ним, молчи сейчас, жди, пока он идет». Я тогда чуть в обморок не рухнул. Почувствовал, как леденеют руки и как с легким покалыванием подгибаются колени. Из последних сил повернул голову направо и поглядел наверх туда, где висела камера видеонаблюдения. Начальник видел меня через нее. И теперь мне даже представить страшно, что было бы незаметен жуткого клиента. Урод в шляпе вскоре успокоился, перестал дергать плечами, выпрямился и все так же неторопливо стал пятиться к выходу. Развернувшись у самой двери, он выбежал на улицу так быстро, что я даже не успел толком разглядеть его затылок и спину. Вмиг тусклое освещение сменилось на привычное яркое. Я поджал трясущиеся губы и опустился в кресло. Уши заложило от пережитого стресса, а в глазах забегали жуткие темные мурашки. Начальник успокаивал. «Все, все закончилось, Степка! Давай иди домой! Завтра, если хочешь, выходной тебе дам с сохранением зарплаты! Не переживай только!» «Это кто приходил?» Полушепотом спрашивал я все еще всем телом, содрогаясь от одной только мысли, что наша встреча с омерзительным клиентом может повториться. «Что это было? Алло?» «Потом», — буркнул Игорь, — «занеси коробку на склад и беги домой», — и положил трубку. Я отнял телефон от уха, весь экран был влажный от моего пота. Руки все еще тряслись, очень сильно ломило плечи и спину, как обычно бывает после пережитого волнения. Коробка на стойке наводила жути, от нее веяло чем-то отвратительным и нечистым. Точно само зло хранилось в ней и ждало, пока я подойду. Вновь встала не по себе, закрутила живот и вспотели ладони. Я медленно поднялся с кресла, упершись руками в подлокотники, взял коробку со стойки и аккуратно приоткрыл ее. Внутри для надежности, обложенная древесной стружкой, лежала черная Виаше с кассета без наклеек и надписей. Я дотронулся до нее, и во мне будто что-то пробудилось. Это получилось как-то резко и неожиданно, словно по щелчку. Страх мигом испарился и уступил место жгучему интересу. Не подавая виду, я ушел на склад с коробкой, вынул из нее кассету и спрятал ее под футболку. Быстро собрал ноутбук с проводами, закинул за спину рюкзак, выключил свет и вышел на улицу. Уже там переложил кассету в боковой карман на рюкзаке. Затем одной рукой я запирал дверь, а второй набирал отцу. Он ответил быстро. «Здорово, Степыч, ты чего так поздно?» «Бать, привет, скажи, у тебя видак фуручат еще?» Сбивчиво тараторил я, не справляясь от волнения с ключами. «Для дисков который?» – удивился отец. «Не-не, для кассет, у меня тут есть одна, надо глянуть». Батя закрептил, сказал, что сейчас посмотрит. Я тем временем все запер и быстрым шагом поспешил через гаражи на другую улицу. «Слышь, Степыч», – бурчал отец. «Как тебе сказать, он в кладовке лежит, провода на месте вроде, тебе к какому дню надо?» «Мне сейчас», – запыхавшись, объяснял я. «Минут через десять у тебя буду, срочно надо посмотреть». «Фига себе», – растерялся батя. «А чего стряслось-то?» «Расскажу, как приеду», – выдохнул я и сбросил звонок. «Сердце бешено колотилось, и даже ночная свежесть душила меня, воздух с болью проникал в скомканные от тревоги легкие. Я надумал тысячу кошмарных сценариев, от записанного на пленке видео с ритуальным убийством или жертвоприношением, совершенным какими-нибудь сатанистами, до простого нагоняя от Игоря, который приедет за кассетой ночью с запасным комплектом ключей от ПВЗ. «Еще не добравшись до отцовского дома, я придумал легенду на случай, если все пойдет не по плану. Расчет был на то, что начальник не успеет заметить пропажу, а я той же ночью верну ее на место. Если увидит на камерах, то объясню, что в спешке и от волнения совсем забыл поставить помещение на сигнализацию, поэтому и вернулся. Ну а если спалит, то признаю, что хотел просто посмотреть, а там будь что будет». Батя открыл мне, предложил выпить чаю, стал расспрашивать про работу. Тут же из кухни вышла мама, полезла обниматься и тоже привязалась с вопросами. Но я лишь отмахивался, отвечал, что все расскажу позже. Взял видик и начал подключать его к телевизору. «Слушай, Степыч», – поинтересовался батя, – «там все нормально подрубится-то, а то телевизор поновее видока-то будет». Я ответил, «Нормально, тут через тюльпаны можно все», – говорю, «сейчас посмотрим». Ставил кассету, но тут же почуял неладное и резко вытащил из видока желтый провод, отвечающий за изображение. «Сейчас отмотаем к началу, а потом верну». Шипнул я себе под нос и тыкнул на кнопку перемотки. Пока старый аппарат трещал и жужжал, я вкратце рассказал отцу, что произошло. Тот рассмеялся. «Не, в натуре звонок. Степыч, я смотреть не буду, а то вылезет баба потом». В дверях показалась мама, спросила, кто откуда вылезет, но батя раздраженно махнул рукой и велел ей идти обратно на кухню. Тем временем видик щелкнул и затих. Я затаил дыхание, поправил желтый провод и нажал на треугольник «Плей». Сначала экран был синий, в углу белая надпись на английском. Затем появилось изображение и звук. Дата съемки – июнь 2003-го. Камера статично снимает пустой коридор чьей-то типовой квартиры. Вдоль стены тянется лакированный гарнитур. Напротив висит небольшое зеркало. Обои темно-красные, заделанные под вертикально стоящие кирпичи. У нас тоже были такие. Мягкие, немного выпуклые. На полу желтый линолеум с размытыми из-за помех фигурами. Его прикрывает сбитый длинный половик. Сквозь шипение на записи слышно негромкое бормотание и мычание. Оно становится громче, перерастает в знакомую мелодию. Очевидно, кто-то напевает популярную в то время песню. Потом из-за угла выходит невысокая полненькая девочка в леопардовом халате и тапках собачках. Она красуется у зеркала, рассматривает свое лицо, давит прыщи. Мы с батей переглянулись. Он глядел на это, подняв брови в удивление, а потом пошутил. Во, и баба вылезла. Я жестом попросил его быть потише, а сам уставился на экран, пригляделся и обомлел. В кадре помимо коридора виднелся небольшой темный участок справа. Видимо, это была часть стены неосвещенной комнаты, где и стояла камера. И на фоне этого мрака я четко разглядел что-то до боли знакомое. Поежившись, я схватился за пульт от телевизора, открыл настройки изображения и стал выкручивать яркость. А когда закрыл окошко меню, то услышал, как за моей спиной тихо выругался перепуганный батя. «Мать моя, Степыч!» Прохрепел он и зашелся кашлем. «Слышишь, выключай!» Я молчал, глядя на экран. Услышал шаги и голос мамы. «Ты чего тут раскашлялся? Простыл? Ой, господи, какие вы ужасы смотрите!» И ее шаги начали отдаляться. Батя вновь попросил. «Степыч, ради бога!» А я таращился и не мог оторвать глаз, ведь в черноте кадра я отчетливо видел уже знакомое серое лицо с приплюснутым носом. Но тут этот урод не хмурился, а жутко и широко улыбался во все зубы. Он покачивался, кивал, словно намекая зрителю, «Да-да, вы все правильно поняли, сейчас все случится». Мурашки обсыпали мне затылок и плечи. Качество записи становилось все хуже. Песня девочки искажалась, растворяясь в шипении. Экран разрезали белые помехи. Все загудило. И вдруг сквозь все эти жутковатые звуки пробился отчетливый и стушный виск. И запись оборвалась. Остался черный экран, помехи и тихое шипение. Батя подошел к телевизору и нажал на кнопку выключения. Брачняк. Тихо заключил он. «Не, Степыч, я знаю всякий артхаус там, ужастики такие. Ну, где людей, правда, режут. Но от этого фильмеца я чуть трухнул». И он как-то неловко хихикнул, подернув плечами. «Бать!» Еле-еле выдавил я из себя, чувствуя, как замерзает голова и как с болью в груди лупит по ребрам сердце. «Это тот самый в шляпе, про которого я рассказывал. И все резко пропало. Помню удар в область щеки, мерцающий свет, странные фигуры, как в калейдоскопе, приглушенные голоса и холод на лбу. Оказалось, что я потерял сознание и шлепнулся на бок, ударившись головой о пол. Батя не успел вовремя поймать. Говорил потом, что сам чуть не упал, чудом удержался на ногах. Когда я окончательно пришел в себя, а головокружение отступило, я вытащил кассету из ведока, убрал ее в рюкзак и ринулся в прихожую. Мама, чуть не плача, умоляла остаться. Батя хмурился, думал о чем-то и не встревал. Мамули, хорошо, согласился я. Сейчас кассету отнесу и вернусь, честно. Ох, протянула она. Степка, ну куда ты? Давай-ка папка с тобой сходит, а? Мам, некогда, я мигом. Вырвался я и быстро, обувшись, поспешил вниз по лестнице. Миновав гаражи, я свернул на улицу к дому, где находился мой ПВЗ. Посмотрел на него и как обожженный отпрыгнул назад. В пункте выдачи горел свет, а за стеклянной вставкой на двери стоял темный мужской силуэт. Я находился метрах в пятидесяти от него и не знал наверняка, видит он меня или нет. Ужас закипел в жилах и стук беспокойного сердца ударил в висках. Человек не должен испытывать это так часто. Кошмар обволакивал, как щупальца, и высасывал из меня все душевные силы. Третий раз за вечер я был готов умереть от испуга, и все стоял на холодном ветру, окостеневший, не зная, что теперь делать. Силуэт двинулся, поднес руку к голове. Я сделал пару шагов назад, нашел в себе силы на это и уже решил, что смогу и развернуться, и пуститься наутек. Как вдруг в кармане завибрировал телефон. Я вытащил его медленно, не сводя глаз силуэта. Был твердо уверен, что звонит мама, но ошибся, вызывал Игорь. «Ты что наделал?» строго спрашивал он и от его голоса будто делалось холоднее. «Игорь, я забыл!» «Я тебя вижу! Иди сюда! Бегом!» И сбросил. Но я никуда не пошел, стоял, не двигаясь, и молился, чтобы все решилось само, без жертв и без боли. Я бы и не вздумал шевельнуться, если бы Игорь не открыл дверь и не шумнул мне, махнув рукой. Стало полегче. Теперь, по крайней мере, я был уверен, что имею дело с настоящим Игорем, а не с каким-то монстром, принявшим его облик. Впрочем, записывая эти строки, я дрожу, как и тогда, и размышляю, неужели мне хватило этого сущего пустяка? Если бы чудовище было способно менять голос по телефону, то что мешало ему полностью превратиться в моего начальника? Поставь меня сейчас в ту же ситуацию, я бы все-таки сдрейфил и не пошел бы на зов. Но в тот вечер я поступил иначе. Игорь велел мне сесть на кресло и отдать ему кассету, а сам оперся спиной о стену и скрестил на груди руки. Во-первых, ты сигналку не включил, негромко перечислял он, и губы его дрожали. Во-вторых, ты роль ставня не опустил, я по камерам увидел, что свет фонаря на полу расплылся. Думаю, хрен с ним, переволновался малый, такое дело, понимаю. Приехал сам, дай, думаю, заодно посылку эту заберу. И вдруг, грозно топнул ногой и гаркнул. А коробка пустая! Игорь, вы простите, взмолился я. Припугался до смерти, как увидел этого в шляпе, решил потом, значит... Смотрел, перебил начальник. Послушайте, как бы это... Не успокаивался я. Рот закрой. Тихо, но строго приказал Игорь. Смотрел или нет. Я затрялся и молча кивнул. Игорь тяжело вздохнул. Ладно, скрывать не буду, трындец тебе. Я обомлил, его слова будто ранили. Игорь продолжал. Степа, я не бандос какой-то, не по этой теме, хочешь верь, хочешь нет, хотя что там, ты уже вляпался. Короче, дело серьезное. Тот, который в шляпе, не должен был сюда приходить. Для его посылок другой ПВЗ, но неподалеку. Видимо, ошибся. У меня же раньше и другие бизнесы были, а сейчас только эти пункты дурацкие остались. Догадываешься, почему? Я робко предположил. Вы тоже смотрели кассету? Игорь отмахнулся. Не могу сказать. Да и не надо оно тебе. Но суть ты уловил. Мне уже позвонили, пока я тебя ждал. Скоро должны. В двери несколько раз постучали, я вздрогнул, Игорь тоже. Как в кино. Неловко промямлил он и схватив кассету, поспешил к выходу. Я не видел, кому он ее отдал и с кем он толковал. Таинственный гость не заходил внутрь, а стоял на улице вне поля моего зрения. Игорь подрагивал от волнения, заступался за меня. Я клянусь, могу даже записи с камер показать. Не виноват он. Поймите, я ему даже не разъяснил ничего про наши дела. Сюда ведь никто не должен был приходить. Но дотронулся малый до кассеты, но не со зла же, просто не знал. С улицы прилетел негромкий, но очень зловещий и какой-то могильный бас. Смотрел. Игорь мельком покосился на меня, виновата, опустил глаза и честно признался. Да, но он же ненарочно, я ручаюсь, никто и ничего не узнает. Отработает, перебил его голос. Один день, потом расплатится. Игорь тяжело выдохнул, утер под солба и уточнил. Куда ему приходить? Шестой, сейчас, пробосил незнакомец, и дверь резко захлопнулась. Я сидел как парализованный, не чувствовал ни рук, ни ног, было сложно даже сглотнуть. Игорь вернулся ко мне, весь белый, губы его дрожали. Молись, Степа, вздохнул он. Кому хочешь, благодаря за все, один день дали. Господи, ты, наверное, всю удачу сегодня здесь оставил? Я еле-еле раскрыл рот, чтобы спросить. Один день, где? На другом пункте, мрачно ответил Игорь, и полез карман за телефоном. Сейчас идешь в новый микрорайон, там самый ближний к лесу дом, сбоку стоит мусорка с бетонными плитами, прямо за ней спуск в подвал. Он посмотрел на экран. Так, половина двенадцатого, за полчаса точно доберешься. До полуночи надо успеть. И отпишись мне, как будешь на месте. Тебе расскажут, что делать. Игорь повысил голос. Только слушайся, не дури там. И немного успокоившись, добавил. Родным напиши, что срочно за город едешь, другу надо помочь, или еще что, выдумывай сам. В следующей ночи вернешься, я тебя потом сам встречу на машине. Сейчас не могу отвезти, извиняй, трусит всего. Игорь, помогите мне. По моим щекам бежали слезы. Кто эти люди, что я им должен? Тихо, тихо, нервничал мой начальник. Нет времени реветь, Степка, и рассказать не могу толком, нельзя это. Тебе повезло, пойми, другие и похуже влипали, ты просто кассету посмотрел, и как бы это сказать, часть ее силы забрал. Отработать надо. На том пункте ничего страшного нет. Он замялся на миг, и я понял, что он лжет. Игорь продолжил. Можно и есть, и спать, вода чистая для таких, как мы. Только слушайся, бога ради, не пререкайся ни с кем. Все, иди, иди, рюкзак тут оставь, я припрячу. Он помог мне встать и быстро повел к двери. Оказавшись на улице, я прошел несколько метров и сел на корточке. Адски крутило живот, меня лихорадило, трясло, а больная голова была тяжелая, как при температуре. Не хватало воздуха, не удавалось раздышаться. Часы показали без двадцати полночь. Я медленно поднялся, с трудом разогнув колени и сгорбившись, поковылял вперед в сторону нового микрорайона. Обычный путь занял бы минут двадцать, пришлось бы сделать большой крюк, но я до удара боялся, что мне не хватит пары секунд и случится нечто ужасное, поэтому решил срезать через лесопосадку. Подсвечивая себе телефоном, я шел мимо жутких кустов и высоких деревьев, зловеще скрипящих на ветру. Страх истязал меня, пробивал насквозь ледяной иглой и прошивал гнилыми нитями, все сильнее и сильнее отравляя каждую клеточку тела и души. Я тихонько постановал, шаг за шагом, приближаясь к мерцающим вдали огонькам микрорайона. И в шуме ветра я слышал сводящий сумасшепот. В шелесте листьев маскировались насмешливые голоса. Мне думало, что это воспаленный разум играет злую но этот гомон не утихал и становился все разборчивее. Не успеет! Отчетливо вырвалось из-за темного дерева. Я резко направил туда луч телефонного фонарика и успел засечь, как кто-то высокий прячется за широким стволом. Крик вырвался из моего горла, но поток ветра заглушил его и унес с собой. Тогда я стиснул зубы и, чтобы было сил, помчался дальше. Выбравшись из леска, я не стал останавливаться на передышку и сразу рванул к мусорке с бетонными плитами. Посмотрел время. Без пяти. Успел. Сердце болело, легкие жгло в шее и затылки, не утихало колотье. Я не решался зайти в подвал, наивно надеясь, что все решится само, как по волшебству. Без трех минут полночь высоко в небе громыхнуло и ветер принес из оставшегося позади леса омерзительный запах тухлятины. Меня затошнило, и я опустошил желудок прямо на асфальт. Без двух минут. Спасение не пришло. Чудо не случилось. Я вспомнил, что должен был написать Игорю, открыл нашу переписку, тыкнул на окошко сообщение и медленно перевел взгляд на часы. Без одной минуты двенадцать. Как же быстро пролетело время. Так попросту не бывает. Окостеневшими пальцами я набрал короткое захожу, отправил, набрав в грудь побольше воздуха, кинулся в подвал. За железной дверью оказался привычный глазу интерьер. Стол для проверки заказов, стойка, за которой сидят сотрудники, дверной проем, ведущий на склад, примерочные кабинки и два мягких пуфика для клиентов. Только все было одного серого цвета. Из-за стойки выглянуло бледно-зеленое лицо. Губастый и морщинистый старик в круглых очках нахмурился, увидев меня и с недоверием спросил. Степан? Голос его звучал вполне обычно. Я кивнул и подошел на пару шагов, разглядел уродливые висящие уши, похожие скорее на пришитые к голове шматки чужой кожи. Меня зеленый зови, с подозрением проборчал старик и взглянул на настенные часы. Успел, мобильник отдавай. И тут меня стукнуло осознание, я же не предупредил родителей, а они до сих пор ждут меня дома. Послушай, зеленый, виновата начал я. Можно я родным напишу, чтобы не ждали? Попробуй только. Все с той же интонацией заявил старик. Он вытянул перед собой свою толстую неказистую руку ладонью вверх и несколько раз показательно согнул пальцы. Содрогаясь, я передал ему телефон, зеленый убрал его под стойку и еще раз, метнув взгляд на часы, чуть тише сказал «Эдди спать, пять часов» и кивнул на проход на склад рядом с ним. На ватных ногах я пошел туда и между знакомых стеллажей для посылок увидел дверь. Она вела в длинный коридор тускло освещенной гудящими люминесцентными лампами в пожелтевших от времени плафонах. Пол и нижняя половина стен были выложены коричневой плиткой, некоторые квадратики треснули или совсем откололись. Чуть выше и до самого потолка все было покрыто штукатуркой. Слева, метрах в пяти от входа находилась еще одна дверь с деревянной табличкой «Спальня». Больше комнат не было и коридор уходил далеко, заканчивался темным поворотом. И чем дальше я вглядывался в эту тьму, тем сильнее она сгущалась. В так называемой спальне горел единственный светильник, допотопный торшер без абажура. Рядом из стены торчал кран. Прямо под ним для слива воды в полу была решетка. В метре от нее лежал пружинный матрас. На нем сбитая пирамидкой торчала перьевая подушка в желтых пятнах. Я закрыл за собой дверь, проверил, есть ли вода в кране, обнюхал ее, сделал пару глотков. Убедился, что она пригодна для питья. Сел на матрас, приподнял отвратительную подушку. Под ней обнаружился старенький будильник. Пока разобрался, как его завести, спустил в никуда драгоценные пятнадцать минут сна. Наконец, выставив красную стрелку на пять утра, погасил торшер и улегся. Полежал немного, пока привыкал к тошнотворному кислому запаху, который стоял в комнате, потом вдруг заволновался, опять зажег свет и поставил будильник на без десяти пять. Решил не геройствовать и не играть с мельчака, оставил торшер включенным, натянул футболку чуть выше, чтобы прикрыть рот и нос, закрой глаза и попытался заснуть. К огромному удивлению, несмотря на все пережитое за вечер, я быстро провалился в сон. Когда прозвенел будильник, я сперва и не сообразил, где нахожусь, но потом вспомнил, и на лбу у меня выступил холодный пот. Я умылся, попил воды из крана, прополоскал рот и пошел к Зеленому на пункт выдачи. Тот сидел за стойкой. Повезло, в своей манере заявил он, взглянув на меня. Не будет завоза, один возврат, неси на платформу. Он поднялся, зашел на склад и указал мне на единственную коробку на стеллаже. Я сразу узнал ее, именно в ней лежала злополучная кассета. Куда нести? Тихо переспросил я. Зеленый толкнул дверь и указал кривым пальцем в конец коридора. Там направо, потом сяди за стойкой, работай. И он поковырял в спальню, а я взял коробку и медленно пошел во тьму. За поворотом оказался выход на широкую бетонную плиту. Ее окружал мрак, непроглядная чернота, источающая могильный холод и ничего больше. Я поставил коробку на плиту и отступил обратно в коридор. Из темноты донесся свист и на мгновение платформа обратилась чем-то вроде огромной лампы. Она светила жутковатое подобие туннеля, по которому тут же пронеслось что-то огромное, быстрое, покрытое ни то перьями, ни то чешуей. Коробка исчезла, да и все снова окутал мрак. Я быстро вернулся на склад, прошел к стойке и замер, зацепившись взглядом за дверь. Свобода была совсем рядом. Я медленно подошел, толкнул железное полотно и выглянул наружу. Нет, я не пытался сбежать, понимал ведь, что угодил в катастрофу, но увиденное напугало. Не было знакомых видов, не было лестницы и серого неба на рассвете. Была только тьма, такая же, как на платформе. Меня знобило, я не мог долго таращиться в пустоту. Она будто забирала всю мою жизнь, высасывала душу. Пришлось прикрыть дверь и вернуться за стойку. Я сидел в тишине, сверлил глазами на стенные часы и думал. До сих пор я благодарен судьбе, что тот рабочий день оказался таким простым на задание. Я не уверен, что пережил бы его, если бы пришлось встречаться лицом к лицу с новыми клиентами. Больше о моей псевдоработе говорить нечего. Это были ужасные 19 часов, которые тянулись мучительно долго. На исходе дня, когда часовая и минутная стрелка почти добрались до самого верха, я сидел за стойкой и дрожал. Казалось, что раз чудо не случилось сутки назад, то его не стоит ждать и теперь. тревожные мысли не оставляли меня, я медленно погружался в панику, уже не верилось, что все закончилось. Представлялось, как зеленый вернется, велит мне идти спать, а на все мои вопросы будет лишь качать своей уродливой головой и с подозрением диктовать новые задания. А если рискну сбежать и брошусь к выходу, то обнаружу за ним лишь пустоту, вроде той, что видел на платформе приемки. Часы пробили ровно полночь, на складе протяжно скрипнуло две. Зеленый подошел к стойке, поставил на нее маленькую коробочку, затем наклонился к сейфу и взглянул на меня. Я понял все без слов и отвернулся. Услышал, как урод вводит код и открывает железный ящик. Зеленый похлопал меня по плечу, я повернул голову и увидел, что он протягивает мне в груди зажгло, я молча взял мобильник, проверил уровень зарядки, обнаружил много пропущенных от мамы и бати. На глазах навернулись слезы. Отработал! Сухо заключил зеленый и кривыми пальцами пододвинул ко мне коробочку на стойке. Оплатил? Свободен! Иди! Я взял коробочку и быстро двинулся к выходу. С замиранием сердца толкнул железную дверь, шагнул на улицу, поднялся по лестнице, ощутил на лице дуновение ветра и упал на колени, чуть не разрыдавшись. Свобода! Все закончилось! Рядом зарычал двигатель, я обернулся на звук и увидел за лобовым стеклом Игоря. Он сидел, раскрыв рот и качал головой. Я быстро поднялся, утер слезы и подбежал к нему. «Садись быстрее, поехали!» лепетал он шмыгая носом. Я забрался на пассажирское, положил на торпеду телефон и коробку и полез к Игорю обниматься. Он держался, чтобы не расплакаться, но дрожал ничуть не меньше, чем я. По дороге в наш район я хотел рассказать ему о том, что увидел на этом проклятом ПВЗ, но он перебил меня и настрого запретил даже поднимать эту тему. «Все, что случилось, это большая случайность и огромное горе!» тяжело дыша, говорил Игорь. «И нам не надо об этом вспоминать, чтобы оно не повторилось, усек никогда!» «Все, Степка, все, проси, что хочешь, хоть месяц, хоть два, хоть десять отдыхай, буду зарплату платить, не могу из-за вины, ни спать, ни есть!» И облегченно выдохнул, взял коробку с торпеды, осмотрел. Она была заклеена скотчем. Я отдирал его ногтями и спрашивал у Игоря, «А сколько же вы на них уже работаете?» «Ох!» Начальник усмехнулся. «Страшно сказать, второй год уже и не знаю, когда отпустят. Таких я дел натворил, быстро мне не отделаться!» «А чем вы вообще занимаетесь?» Почти разобравшись с упаковкой, интересовался я. «Надо тебе!» Рассердился он. «Видел же дверь на платформу, коридор, таких всего шесть!» Игорь посмотрел по зеркалам, будто бы опасаясь, что за ним могут следить. «А я ищу помещение, чтобы в нужный момент там появилась дверь!» «А что это за кассета была?» «Не унимался я». «Почему он ее вернул?» «Степа, завязывай, придумай себе самое жуткое объяснение, и все равно оно окажется цветочками!» «Правду знать никто не хочет, а тот, кто знает, не хочет больше жить!» «Эй, слышь, а чего это за коробка?» «Да мне ее отдали, когда провожали», рассказал я и ощутил, как по спине от затылка спускаются мурашки. «Какая-то коробка», продолжал я, поддевая картонный край. Зеленый сказал, что я отработал и оплатил. Вопль застрял у меня в горле, когда я открыл эту проклятую упаковку. Забежали тормоза, машина остановилась, наскачнула вперед, но содержимое коробки не выпало и осталось внутри. На коврике из опилок лежали два откушенных пальца, один мужской, второй женский, оба безымянные, на каждом по обручальному кольцу. Не описать этот ужас, я сейчас едва подбираю нужные слова, чтобы приблизительно дать вам понять, что испытывал. Это сравнимо с беспощадным ударом в грудь, когда под пыльным берцем ломаются ребра и лопается сердце, когда рвутся и превращаются в омерзительное месиво легкие. И кровь лечит через рот, и холодная лапа смерти ложится на шею, смыкаются ее костлявые пальцы, и в железной хватке с хрустом ломается трахея. Я увидел эти пальцы и все понял. Ступор продлился до неприличного долга. Затем я нашел в себе остатки сил и назвал Игорю адрес родителей. Он успокаивал меня, говорил, что все могло обойтись, но снова не поверил в свои же слова, и я это знал. И он знал, что я все прекрасно понимаю. На этаж мы поднимались лифтом, Игорь ввел меня под руку, а у самой квартиры спросил, уверен ли я, что хочу зайти. Я кивнул. Дверь была не заперта, об этом было не узнать, если не нажать на ручку, поэтому не удивительно, что никто ничего не заподозрил. А внутри был сущий кошмар, вам все известно из материалов дела, и я не стану описывать ту кровавую кашу, которую мы увидели. Вообразите, что ваших родителей пустили на фарш в их же квартире, а вам послание их откушенные пальцы, и не приставайте ко мне с расспросами о чувствах, и уж тем более не упрашивайте еще раз дотронуться до тех воспоминаний. В тот момент я почувствовал какой-то щелчок в голове, и жизнь моя изменилась, я сломался. Помню, как начал падать в обморок, потом мигалки, скрипы, шин, белый салон, скорой помощи, дорога, палата, расспросы. Игоря я не виню, все-таки он оплатил лечение, и по сей день присылает мне деньги, хотя мы не видимся лично. Винить мне остается только себя, ведь это из-за меня и батя и мама тоже посмотрели ту кассету. И я ведь даже не задумывался, что их зацепит это проклятие. Радовался, что отмотал день в аду и вышел целехонький, а по итогу лишился всего. Еще я сквернил душу прикосновением к нечисти. Мне кажется, что я не видел и верхушки этого айсберга, и что все эти коридоры, пустоты и туннели ведут куда-то глубоко вниз, к центру всего зла. Настолько ужасному, что о нем даже невозможно подумать. Но теперь остается лежать дальше, делать вид, что все в порядке и послушно кивать, когда следствие рвет мне сердце очередной версией всего произошедшего. Больше нечего тут писать, я рассказал все, что хотел и описал это так подробно, как только мог. Можете сжечь эти листы, как прочтете, и посмейтесь над сумасшедшим, или покажите их всем, мне плевать, все равно никто в это не поверит. Впрочем, возможно, оно и к лучшему. Ну что ж, дамы и господа, если честно, очень жаль родителей, то, что они пострадали от глупого мальчишки, который не мог совладать со своим любопытством. Ну, видишь ты, то, что к тебе пришел дурной человек. Начальник сказал, то, что не стоит на него там обращать внимание, типа, просто молчи, он сам уйдет. Нет, надо было сперить эту кассету, вот честно, дать бы взошей такому вот пареньку и, ну, то есть, за его вот такие вот действия. Надеюсь, вам история понравилась так же, как и мне, и вы ощутили тот самый страх, за которым приходите на данный канал, и если вы дослушали историю до самого конца, поставьте эмоди или смолик видеокассеты, так мы узнаем, сколько нас дослушавших историю до самого конца. А я, как и всегда, с вами не прощаюсь, ведь мы услышимся в следующей интересной истории.